Раз в неделю вы ходите в бассейн. И сегодня тот самый день. Но вдруг все пошло не по плану. Как только вы входите в бассейн, ваш взгляд падает на телевизор в холле. Последние новости. В городе замечены зомби. Видимо, они идут в сторону центра и теперь могут быть где угодно. Если вы их увидите немедленно, звоните в полицию. Вы приходите к мысли, что, пожалуй, безопаснее всего оставаться в бассейне. Зомби медлительны и, наверное, не очень хорошо плавают. Поэтому вы идете в душ, чтобы переодеться. Но зайдя в душевую, вы замечаете, что что-то явно не так. Кто из этих людей зомби? Обе девушки кажутся совершенно здоровыми. Но на ноге мужчины виднеется повязка. Никто не пойдет в бассейн, если у него есть порезы или царапины. Если только он не зомби. Жил-был один богатый король. Однажды он нанял художника, чтобы тот написал его портрет. Художник сказал королю, что хочет, чтобы ему платили золотом. Причем каждый день. Он также сказал, что ему потребуется семь дней, чтобы закончить картину. У короля были только большие слитки золота. И он захотел отдать один слиток за всю работу. Но художник хотел получать зарплату каждый день. Тогда у короля появился план. У него был волшебный инструмент, который мог разрезать любой материал. Но им можно было делать только два разреза. Каким образом король разрезал золотой слиток так, чтобы художник получал золото каждый день в равных количествах? Король был действительно умен. Поэтому он разрезал слиток следующим образом. На одну седьмую, две седьмых и четыре седьмых. В первый день он отдал художнику одну седьмую слитка. На второй день две седьмых, но забрал одну седьмую в качестве сдачи. На третий день он вернул ему одну седьмую часть. На четвертый день он отдал четыре седьмых, но забрал две другие части. На пятый день он отдал одну седьмую, так что у художника стало пять седьмых слитка. На шестой день он отдал ему две седьмых, но снова забрал одну седьмую. В последний день художник получил одну седьмую, так что в конце концов у него оказался целый слиток золота. Четверо друзей – Джош, Мэгги, Джейсон и Рози – гуляли по лесу. День был чудесным, и они собирались уже приступить к пикнику. Как солнце вдруг почернело, и они увидели, что к ним приближаются зомби. Друзья бросились бежать и увидели туннель. Было темно и страшно, но ребята точно знали, что когда они пересекут его, то окажутся в безопасности. У них есть всего 12 минут, чтобы пересечь туннель. Но чтобы преодолеть расстояние, Джошу требуется 1 минута. Джейсон может это сделать за 2 минуты. Мэгги уверена, что у нее на это уйдет 4 минуты, а Розе понадобится 5 минут. Чтобы не рисковать, ребята решили разделиться на две группы, но проблема в том, что у них есть только один факел, а сразу вчетвером им никак не пройти. Как же им сбежать? Во-первых, Джош и Джейсон должны пересечь туннель с факелом, пока девушки ждут на другой стороне. На это у них уйдет 2 минуты, плюс еще 1 минута для Джоша, чтобы вернуться. У них еще останется 9 минут. Джош отдаст факел девушкам, и они пересекут туннель за 5 минут. Останется 4 минуты. Когда девушки окажутся на той стороне, они отдадут факел Джейсону, которому придется вернуться, чтобы забрать Джоша через 2 минуты, и они вместе прибегут обратно еще через 2 минуты. Служба безопасности аэропорта объявила тревогу. Человек с поддельными документами пытается улететь из Нью-Йорка. У работников есть трое подозреваемых, которые выглядят практически одинаково. Какой паспорт поддельный? Независимо от того, из какой страны человек родом, ни в одном паспорте не может быть фотографии с горами на заднем плане, так как фон всегда должен быть нейтральным. В паспорте Джона очень подозрительная фотография. Его документы фальшивые. Мэйсон – спасатель. Однажды к нему подошла девушка и попросила о помощи. Она сказала, что у нее украли кошелек, и она заметила это, когда собралась купить газировку. Мэйсон проверил полотенце, где девушка оставила свои вещи. Но единственное, что он заметил, были ее собственные следы. Лжет ли девушка Мэйсону? Девушка говорила правду. У Мэйсона отличное зрение, и он заметил парня с удочкой. Должно быть, это он украл у девушки кошелек. Никто не приходит ловить рыбу на общественный пляж. На днях грабители украли несколько драгоценных камней. По тревоге немедленно подняли полицию. Но никто не знал, где искать воров. Внезапно полицейские получили анонимное письмо. «Проверяйте все бутылки в машинах, которые выезжают из города. С наилучшими пожеланиями, мистер Икс». В конце дня полицейские остановили машину, нагруженную ящиками с бутилированной водой. Все донышки бутылок были покрыты краской, поэтому они решили, что драгоценные камни должны быть в одной из них. Уровень воды во всех бутылках был одинаковым. Но когда офицер поставил одну из бутылок рядом с ящиком, он сразу же понял, что что-то явно не так. Что именно? Бутылка, которую поставили рядом с коробкой, намного ниже тех, что находятся в кузве машины. Затем полиция обнаружила в них двойное дно. Драгоценные камни были спрятаны прямо под ним. Как-то двое друзей, Мартин и Клайд, решили поспорить. Мартин сказал, что бросит мяч так, что тот к нему вернется. Он также сказал, что не будет никаких препятствий или стен, от которых мячик сможет отскочить. Клайд сказал, что это невозможно, и проиграл. Как же так? Мартин подбросил мяч вверх, и очевидно, что он к нему вернулся. Никакой магии, только физика. Эмили купила в кафетерии вкусную булочку и положила ее на стол. Она хотела оставить ее на потом, но вернувшись с собрания, увидела, что кто-то ее съел. Такое могли сделать трое, и только один человек говорит правду. Грейс сказала, что это была Алиша. Алиша заявила, что она ничего не ела. Тина говорит, что она тоже ничего не ела. Кто же съел булочку? Это была Тина. Только один человек говорит правду, и это Алиша. Если бы Грейс или Тина сказали правду, тогда было бы уже два честных человека. Но Эмили знала, что только один человек не лжет. Патрик очень хотел попасть на частную вечеринку, но охрана спрашивала у каждого гостя какой-то секретный код, и Патрик решил подслушать их разговор. Когда первый человек подошел ко входу, охранник сказал «шесть», а гость ответил «пять». Затем второму посетителю охранник сказал «десять», и ответ был «шесть». Третий посетитель сказал «три», и охранник тоже ответил «три». Патрик решил, что он уже готов присоединиться к лучшей вечеринке в городе. Когда он подошел ко входу, охранник сказал «шем», и Патрик ответил «три». Но охрана его не впустила. Что нужно было сказать Патрику, чтобы попасть на эту шикарную вечеринку. Он должен был ответить «четыре». Гостям нужно было всего лишь пересчитывать буквы в называемых числах. Бену очень нравились бриллианты. Какое-то время он тратил на них по пять тысяч долларов в день. Однажды он понял, что у него накопилось слишком много драгоценных камней и начал продавать их по три тысячи долларов за штуку. Скоро он стал миллионером. Как это возможно, если он явно продавал себе в убыток? До своего увлечения драгоценными камнями Бен был миллиардером. А с тех пор, как он начал терять деньги, то превратился в миллионера. Вампир переехал в большой город, где его никто не знал, чтобы начать новую жизнь. Тем не менее, он просто не мог ничего с собой поделать и по ночам начал кусать местных жителей. Люди испугались и пригласили частного детектива, чтобы решить эту проблему. И всего через пару дней у детектива Райтмана появилось трое подозреваемых. Он решил посетить каждого из них, чтобы узнать, кто же из них вампир. Зайдя к каждому в гости, он понял, что обнаружил вампира. Кто же им оказался? У человека слева на кухне полно чеснока, а вампиры его боятся. У второго подозреваемого есть много серебряных аксессуаров – серьги, пирсинг и цепочка. Все знают, что вампиры не любят серебро, так что парень в синей рубашке явно вампир. Давным-давно в королевстве загадок поймали одного преступника. Стражники отвели его к королю, который славился своей любовью к загадкам. И вот король Арчибальд сказал, что если преступнику по имени Гарри удастся разгадать его загадку, он его освободит. Гарри согласился. Арчибальд провел ногой по земле, и получилась линия длиной полметра. Король попросил Гарри сделать эту линию в два раза короче, не прикасаясь к ней. В конце концов, Гарри был освобожден. Что же он сделал? Рядом Гарри нарисовал линию длиной в метр, так что та, которую нарисовал король, стала в два раза короче. Карен участвует в телевизионной викторине, в которой можно выиграть полкилограмма чистого золота. Эта викторина совсем не похожа на обычные викторины. В конце шоу ведущий принес три больших кувшина. В каждом из них лежало по полкилограмма чистого золота, плюс еще один не очень приятный компонент. Итак, кроме золота, в первом кувшине были ядовитые змеи. Во втором – кислота. В третьем – кипяток. Золото из этих кувшинов можно доставать только руками. У Карен есть 30 минут на раздумье. Какой кувшин ей нужно выбрать? Карен нужно выбрать кувшин с кипятком. Он остывает довольно быстро и через полчаса станет уже еле теплым. Угадайте, у кого вдруг стало много денег.